Меня зовут Соня Таварада. Я работаю во Всемирном банке, работаю в Вашингтоне. Также являюсь одним из руководителей проекта по программе по развитию частного сектора Республики Беларусь, которая осуществляется при финансировании Евросоюза. Одно из ключевых направлений работы является развитие потенциала МСП. И есть различные способы развития конкретной способности МСП для Беларуси. Мы работали с различными бизнесами, организовывали семинары, взаимодействовали напрямую с МСП и попытались решать озвученные ими проблемы. Мы считаем, что такое рейдосеминары окажутся полезными. Это один из серий семинаров, который показывает дорожную карту по расширению своего присутствия на иностранном рынке. Мы пригласили сюда Хосе Пурнелло. Хосе является иномерно-экспертом по торговле и экспорту. И он занимался огромным количеством проектом по развитию экспорта. Также он работает в агентстве по развитию экспорта в Новой Зеландии и в Испании. Недавно работал со всемирном банке, помогая создать специально сельхозяйственное агентство по развитию экспорта в России. Он обладает огромным опытом, и нам очень повезло пригласить этого специалиста для того, чтобы он вел этот семинар. И большое спасибо, Хосе, что присоединились к нам из Испании. Я передаю сейчас слово тогда ему для того, чтобы он начал делать свой презентарь, чтобы у нас осталось достаточно времени для прохождения по всему материалу. И, надеюсь, останется в конце еще время на вопросы и ответы. Передаю вам слово, Хосе. Огромное спасибо, Сумита. Со своей стороны я хотел бы поблагодарить всех присутствующих за то, что вы присоединились к этому семинару виртуально. К сожалению, у нас нет возможности сейчас встречаться в оффлайне, но, надеюсь, то, что мы будем обсуждать сегодня, будет полезным для многих малых и средних предприятий в Беларуси. Что мы обсудим сегодня? Во-первых, мы вкратце посмотрим, почему настолько важно пытаться проникать на международные рынки в отношении малых и средних предприятий. Затем мы попытаемся объяснить пошагово, вот этот пошаговый процесс, как нужно проникать на международные рынки. Потом мы детально обсудим каждый из этих предложенных этапов. Некоторые этапы мы обсудим достаточно детально, другие менее детально, потому что у нас просто нет времени для того, чтобы обсудить максимально подробно каждый из этих этапов. Я поэтому сконцентрировал некоторые из этих аспектов, те из них, которые особо для вас актуальны. Особое внимание мы выберем вопросом проведения исследований рынка и выбора рынков. Вы увидите, что на многих слайдах, которые я представлю, они представлены в виде вопроса или чек-листа, где представлен перечень тех этапов или шагов, которые нужно пройти компаниями для того, чтобы правильно и разумно выйти на иностранный рынок. На каждом слайде, или, можно сказать, в рамках каждого из этих этапов, там будут слайды, которые помогут вам или предоставят вам отсылки на другие альтернативные источники, где вы можете найти дополнительную информацию. И когда мы закончим уже эту презентацию, полагаю, что эта презентация будет предоставлена вам, ее копия, и вы сможете уже более предметно, не торопясь, изучить этот материал и уже сможете зайти на те отсылочные материалы, которые я буду приводить. Вначале давайте посмотрим на зачем предприятию экспортная деятельность. Существует много ответов на этот вопрос. Все зависит, конечно, от сути компании, продукции, которую вы производите. Но то, что характеризует большинство компаний мира, для того, чтобы расширять свою деятельность, особенно когда вы представляете себе относительно небольшую экономику, такую, как экономику Республики Беларусь, необходимо все-таки выходить на международные рынки рано или поздно. Совсем немногие страны имеют достаточный размер рынка, внутреннего рынка, который позволяет МСП чувствовать себя вольготной и расти и развиваться только в рамках домашнего рынка. Сейчас, с учетом глобализации, особенно для малых государств, это особенно актуально для предприятий и выходить за границы своей страны для роста. Также иногда компании выходят на международные рынки для того, чтобы воспользоваться преимуществом уникального продукта или технологии, который они хотели бы распространить на другие страны. Либо они хотели бы продлить жизненный цикл продукта, который уже подходит к завершению своего жизненного цикла в стране происхождения, либо они могли бы эксплуатировать этот продукт в других странах. Также справедливо, что для МСП выход на международный рынок важен для повышения собственной конкурентоспособности. Справедливо, что выходя на международные рынки, конкуренция становится более жесткой, вам нужно демонстрировать максимальную эффективность и инновационность для того, чтобы оставаться конкурентоспособными. Но выход на международный рынок – это один из способов вывода себя на новый уровень и обеспечить необходимую мотивацию для продолжения инновационного развития. Выход на международный рынок также является способом диверсификации риска. Конечно же, если экономика в вашей стране находится в рецессии, или на экспортных рынках могут быть абсолютно другие, другая ситуация, это сбалансирует проблему или хеджирует ситуацию не очень хорошую в вашем рынке. Также выход на международный рынок позволяет вам снизить производственные затраты и повысить доходность инвестиций из-за больших объемов производства. О каких же 10 ключевых шагах экспорта мы будем говорить? Здесь мы видим их краткое представление. Разумеется, это взято несистематичное представление. Нужно посмотреть, насколько выгодноспособной является компания и насколько ценное предложение вы готовы предложить международным рынком. Затем вы должны идентифицировать наилучший рынок, который подходит вам больше всего. Вы можете посмотреть на сотни, сотни на самом деле стран с огромным количеством рынков, которые находятся в мире. И вы из всего этого многочисленных стран должны найти рынки, которые наибольшим образом подходят для вашего продукта или технологии. Из этого длинного списка стран вы можете выбрать одну, две, три страны, с которых вы можете начинать в плане развития в ближайшем будущем. Потом вы переходите к оценке или изучению, насколько хорошо ваша продукция или компания соответствует требованиям этого выбранного вами рынка. Как только вы убедились, что у вас сложилась хорошая возможность и развитие потенциала на этом рынке, тогда вы сможете этот рынок изучать более подробно. Как только вы это сделаете, если вы хотите выйти на рынок, тогда посмотрите на его транспорт, логистику, и можете тогда решить для себя, каким образом вы будете туда проходить и в чем будет заключаться ваша стратегия вхождения в этот рынок. Также не менее важный момент идет за этим. Как только вы знаете, как попасть на этот рынок, или вы уже лучше понимаете, как попасть на этот рынок, или уже принято принципиальное решение, очень важно, чтобы выбрали правильных партнеров на этом рынке. Это нельзя недооценивать. Я бы сказал, что многие компании невнимательно и не отдают достаточно внимания этому аспекту. И иногда это может приводить к очень плачевным результатам в их бизнес-предприятии. Как только вы выходите на внешний рынок, вы опять же должны провести переоценку собственной возможности и потенциала вашей готовности в выходе на рынок, нужны ли вам дополнительные какие-то инвестиции для того, чтобы правильно осваивать этот рынок. И основываясь на всей информации, которую вы собрали, вы готовите качественный экспортный план или бизнес-план для развития этого рынка. И, наконец, вы должны изыскать финансирование для того, чтобы реализовать ваш план, ваш бизнес-план. Вот это очень кратко, вот эти 10 ключевых шагов, которые вы можете пройти для развития экспорта и выхода на международные рынки. Первый шаг. Вернемся к началу. Задавайте себе вопрос, готова ли моя компания к выходу на международный рынок или к экспортной деятельности. Это первый пример, который вы можете поставить в виде себя и своей компании. Есть ли у вас продукт или услуга, который, на ваш взгляд, будет успешно, является успешным на внутреннем рынке? Если вы успешны на внутреннем рынке, у вас есть шанс, что вы добьетесь успеха и за границей. Но если у вас в внутреннем рынке большие проблемы с реализацией, вряд ли вы добьетесь большого успеха за границей. Вы смотрите на то, достаточно ли у вас потенциала в плане сотрудников, денег, производственных мощностей для осваивания других рынков. Вы и ваша компания, насколько вы привержены, вы и ваша команда, насколько вы привержены к экспорту. Потому что экспорт – это очень длинный процесс, который прозвивает долгую работу, ведь вы обеспечиваете необходимую ретабельность. Если у вас необходимые финансовые ресурсы для инвестиций в это направление и повышение производственного потенциала и того, что необходимо. И вам нужно самому оценить, сколько вы знакомы на данном этапе с экспортным процессом. Нужно ли вам получить дополнительные знания? Нужно ли вам как-то расширить знания по развитию экспорта? Вот внизу слайда, то, что я вам говорил, находятся справочные материалы. Это отдельный тест по готовности к экспорту. И вы можете пройтись по всем этим пунктам, которые содержатся в этом тесте, который в качестве примера приводится при припятии США и Канады, конечно, но все равно вот этот тест готовности к экспорту, я призываю вас пройти его и посмотреть, в принципе, насколько вы готовы и способны выходить на международные рынки. Потом мы смотрим, что делает мою компанию или продукт привлекательным. Есть ли мне что предложить на международном рынке? Насколько ваши цены конкурентоспособны? Или кроме цен, являетесь вы конкурентоспособным, потому что ваш продукт обладает определенной характеристикой? Или его можно дифференцировать от других продуктов на рынке? Вы должны все это свести в ценностное предложение, которое вы потом будете доносить до потенциальных партнеров для развития экспортного процесса. И в этом выделенном квадратике мы видим определение вот этого понятия, что значит уникальное ценностное предложение на примере. Внизу мы видим источники справочной информации, где вы можете найти международные цены, вы сравните свои расходы на производство с другими странами, и как на основании этого разрабатывать уникальное ценностное предложение. Я всячески призываю вас изучить вот эти справочные материалы, и это поможет расширить ваши знания относительно сильных сторон вашей компании, и какое уникальное ценностное предложение вы готовы или можете предложить своим международным заказчикам. Второй шаг предполагает определение максимально подходящих целевых рынков. Конечно, сформулировано достаточно широко, ваша компания еще недостаточно большая, у вас ограниченный потенциал по обеспечению рынка, и нужно очень тщательно подходить к правильному выбору рынка, и это очень важный момент. И остается вопрос, на чем сконцентрировать свои усилия? И здесь мы начинаем смотреть на международные потоки экспорта, импорта или продукции, либо услуг, или, может быть, вы уже получили какие-то запросы или просьбы других рынков, и вы можете тоже более подробно изучить уже эти рынки, но никто-то мог проявить уже интерес в отношении вашей продукции или услуг. Один ключевой источник, который вы можете воспользоваться, это джорный торговый центр ITC. У них подготовлена специальная карта экспортного потенциала, это инструмент, которым можно пользоваться в интернете, где можно опылить целую серию рынков, где есть недоразвитые возможности в отношении вашей конкретной продукции или услуг. Я бы всячески рекомендовал вам пользоваться вот этой картой, и ссылку на эту карту я вам дам чуть позже. Из исследований вот этих торговых потоков, собственного опыта, запросов, которые вы получали, всех исследований, которые вы проводили через вот эту карту экспортного потенциала международного торгового центра или международной статистики, вы можете выбрать 10-15 потенциальных экспортных рынков, которые вы можете дополнительно сравнить и провести дополнительные исследования, и уже выбрать из них, какие из них больше всего подходят для вашей продукции или сервиса или компании. Из них вы выбираете вот из этих 10-15 рынков, какие из них лучше всего вы должны для этого определить все критерии, какие важнейшие для вас факторы, которые важны для успеха вашего продукта или услуг. Для этого проводится сравнительный анализ в отношении вот этих разных рынков, и потом на основании этого выбирается один или несколько. Вот здесь мы видим пример типичных факторов, которые выбираются, или критериев, которые могут представлять важность для успеха вашего продукта или услуги на международном рынке. Это общие факторы, то, что приводится здесь в этом квадратике. Но вы можете добавить сюда и свои факторы, которые особенно характеризуют вашу продукцию. К примеру, если вы продаете, скажем, зонтики, разумеется, вы должны выбрать уровень, в качестве критериев вы должны использовать уровень осадков, который выпадает в той или иной стране. Это будет, естественно, важный фактор, который нужно учитывать. Каждый продукт имеет свои характеристики, и поэтому есть разные факторы, которые влияют на спрос и предложение этого продукта или услуги на международных рынках. Также вы должны учитывать и риски. Некоторые рынки более рискованные, чем другие, и вы, возможно, должны это дополнительно изучить или интегрировать эти риски в свой процесс отбора. С помощью этого процесса вы можете организовать эти разные рынки или страны и поместить их в разные категории, в таблицы, и дать каждому какие-то баллы, давать какие-то баллы каждому из этих факторов или критериев. Можете даже придать какой-то дополнительный вес с определенным фактором и критерием, если он кажется более важным для вас, и потом сравнить это. На следующей странице мы можем видеть пример вот такой таблицы, как можно категоризовать эту информацию в виде сводной таблицы. Как вы сможете организовать эту информацию в виде сводной таблицы? Это лишь часть примера, но вы можете видеть, каким образом, ранжируя каждый из рынков и каждый из факторов, вы можете получить итоговый балл и на основе этого балла проранжировать разные вот эти страны или рынки между собой, потому что мы тоже можем выбирать и определенные регионы внутри страны. К примеру, если возьмем США, такие крупные страны, как Китай, скажем, или Индия, это гигантский рынок, или Бразилия, вряд ли вы будете оценивать всю страну целиком, скорее какие-то регионы внутри этой страны. И вот такое региональное подразделение может также здесь найти свое отражение. Ранжирование. Используем вот этот принцип оранжирования. С помощью этого вы можете выбрать, наконец, одну страну. На основании этого вы будете уже продолжать процесс углубления своих знаний этого рынка. Здесь вы можете увидеть источники, которые вы можете использовать для получения всей информации, которая вам нужна для анализа разных факторов. Не буду углубляться в детали по содержанию каждой из них, но вы можете получить здесь международную торговую статистику, данные по демографии, информация по доходам, доход на душу населения и все другие факторы, которые вы можете использовать в зависимости от смысла или природы вашего продукта или услуги для оценки разных рынков. Теперь мы переходим к следующему этапу, который для нас что? Значит, у нас подготовлены баллы, на основании этого оранжирования выбрали одну или две страны, куда вы планируете экспортировать свою продукцию. Остается вопрос, моя компания или моя продукция или услуги соответствуют ли они экспортным стандартам и элементам контроля, которые необходимы для экспорта именно на этот рынок или нет. И это важно, потому что наверняка будут определенные экспертные требования по регистрации, сертификации в Беларуси и других странах тоже. И плюс будут специальные требования, которые нужно выполнить перед тем, как попасть на этот рынок в виде выполнения фитосанитарных контролей, другие виды технических требований, рыночные стандарты, и частные стандарты, крупные компании, мультинациональные компании, собственные стандарты. Подумаем о Нестле, скажем, да? В Нестле есть целый список своих стандартов по экспорту или импорту элементов своей продукции. Это их собственные стандарты, которые идут более глубоко, чем национальные стандарты по импортирующей стране. Также нужно проверить требования к упаковке и маркировке и все эти вот вещи перед тем, как вы принимаете решение идти дальше. Если вам не кажется, что на данный конкретный момент у вас сформировался необходимый потенциал для выполнения или соответствия со всеми этими множественными требованиями и требованиями по сертификации и так далее, тогда, может быть, не стоит и дальше развиваться. Позже, может, ситуация будет радикально отличаться от того, как вы изначально это видели. Вы сделаете для себя вывод, вы просто сделаете вывод, что стоит, может быть, рассмотреть лучше другие рынки, чем тот, который вы изначально выбрали. Здесь мы видим ссылки на различные системы требований регистрации в Беларуси, такие, как системы зарегистрированных экспортеров, как получать экспертные лицензии для определенных видов товаров, на которые спрятается регулирование, сертификаты происхождения. Иногда нужно предоставлять сертификат происхождения, который выдает Белорусская торговая промышленная палата. Ну, эта информация вам тоже пригодится. Также вам понадобится информация по экспортным налогам, информация по сертификатам соответствия, санитарные и фитосанитарные сертификаты, которые выдаются Главной государственной инспекцией по карантинам семеноводства и защите растений, санитарные сертификаты на экспорт продукции животного происхождения, инспекция предприятий пищевой промышленности. Все это перечень разных учреждений в Беларуси, которые должны вам выдавать соответствующие сертификаты, если, конечно, относятся к вашей конкретной продукции или вашему производственному процессу. Что касается рынков назначения, ваших целевых рынков, там вы также должны изучить и провести исследования, какие основные стандарты или сертификаты требуются этими странами. Эту информацию можно получить в различных информациях в Центре животной торговли, скажем, да, о котором я уже говорил. Там тоже есть такой инструмент, как карта стандартов. Министерство сельскохозяйственного продовольства Республики Беларусь также предоставляет информацию о тарифах, нетарифных барьерах и других требованиях или стандартах для экспорта сельскохозяйственных товаров. Евразийская комиссия ведет реестр ограничительных мер, доступ к которым можно получить также по запросу по этим вот ссылкам. И, вероятно, самой комплексной базой данных, самой полной базой данных всех тарифных мер, который требуется, там содержится информация по всем требованиям и сертификатам. Можно найти в Юнгтаде, это ООНовское агентство, где они ведут специальную базу данных, которая называется Trains. Там содержится очень детальная информация по всем этим требованиям. На русском языке также вы можете проверить Российский экспортный центр России, Российской Федерации. Там также предоставляется на их сайте информация по барьерам на целевых рынках. И вы можете изучить этот ресурс, если хотите. Теперь мы проверили, мы выбрали одну, скажем, две страны, которые, на ваш взгляд, являются наилучшими для вас контрами назначения. Вы проверили, что у вас есть необходимый потенциал для соответствия этим стандартам, которые от вас требуются. Вы проверили эти стандарты и сказали для себя, хорошо, моя компания и моя продукция или моя услуга в состоянии выполнять все эти требования, сертификации, стандартам. Идем дальше. Ну, а теперь вам нужно изучить рынок более подробно для того, чтобы понять, каким образом на него выйти и каким образом развивать ваш бизнес на этом рынке. Главный здесь вопрос, вообще есть ли возможности для моего продукта, для моей компании на этом выбранном рынке. И, конечно, вам необходимо анализировать и размер рынка, и его рост. Вам нужно узнать барьеры на входе, изучить это более подробно. Также узнать основные сегменты, которые есть на этом рынке, определиться с наиболее рентабельными, наиболее интересными сегментами, которые имеют потенциал для вашего бизнеса. Также разобраться в предпочтении в покупательском поведении потенциальных клиентов, определиться с наилучшими каналами для взаимодействия с ними и так далее. И также вам необходимо разобраться в том, кто является вашими конкурентами на этом рынке, сильны ли они, или есть ли у них какие-то пробелы в работе, которыми вы можете воспользоваться. И, конечно, вам необходимо понимать, каким образом заниматься распространением вашей продукции на этом рынке. Это основные моменты, которые необходимо заранее проработать. И проработать их детально, проведя, скажем так, исследования. И вот, конечно, нужно все эти аспекты прорабатывать детально. Давайте посмотрим на это. Во-первых, первое – определение размера и динамики роста целевого рынка. Здесь вам нужно быть очень осторожными в том, как вы классифицируете или категоризируете ваш продукт или услугу. Конечно, вы и знаете, что есть система классификации товаров ЕС. Сейчас вам нужно пойти, разобраться в этом и удостовериться в том, что вы правильно выбрали код вашего товара или услуги. Иногда это бывает сложно, потому что в зависимости от кода вы можете получать различного рода режимы. И здесь нужно быть осторожным. И чем больше вы кипаете, тем больше вы узнаете и узнаете о рынке, с которым хотите работать. Затем вы можете пойти и проанализировать импорт и экспорт этой продукции на конкретном целевом рынке. Можете поискать, может быть, вы найдете спрос на эту продукцию, общий, совокупный спрос и внутренний спрос, спрос на внутреннюю продукцию и на импортируемую продукцию на этом рынке. Если вы сможете найти прогнозные показатели по тому, чего ожидают от этого рынка на следующие годы, то это тоже будет хорошо. Вам необходимо определиться с тем, какой может быть совокупный объем импорта в денежном выражении и также разобраться в том, какая может быть ниша для вас, если, вы все-таки пойдете на этот рынок. Вам не только нужно изучать продукцию или услугу, но и все то, что дополняет это. Потому что иногда бывает что? Что где-то что-то может влиять на это. Допустим, заменители, дополнительные продукты. Допустим, если мы возьмем, допустим, свинину, экспорт свинины нарастил обороты из-за африканской чумы свиней в Китае, потому что эта африканская чума оказала прямое воздействие не только на импорт свинины, но и на импорт птицы. То есть у них очень сильно изменились показатели спроса. Эти вопросы нужно тоже иметь в виду, когда вы изучаете рынок. Внизу есть ссылки на базы данных по торговым потокам, ценам. И вы можете найти здесь информацию о разной продукции, и в частности по продовольствию, сельскому хозяйству, услугам. Там есть очень хороший отчет и анализ данных по сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Другие базы данных также располагают очень полноценными данными по различным товарам и услугам в зависимости от их, извините, по продукции в зависимости от их кода. Следующее. После того, как вы оценили и поняли, что у рынка достаточные размеры возможностей, рынок растет и есть хорошие возможности для того, чтобы увеличить импорт на этом рынке, то тогда нужно узнать, какие же есть барьеры на входе в этот рынок. То есть вы должны узнать, какие есть тарифные барьеры. Интересно отметить, что были исследования, проведенные на всемирным банком, где измерялась стоимость экспорта. То есть, допустим, если экспортируется какая-то продукция на какой-то рынок, то насколько сильно увеличивается стоимость продукции при попадании на рынок. И вы знаете, если сравнивать с отечественной продукцией, иногда цена может становиться в два раза выше на экспортную продукцию. То есть, когда вы пытаетесь выйти на другие рынки, зарубежные рынки, то есть много дополнительных расходов, которые добавляются к тем ценам, которые есть у вас в стране. Первое – это тарифы, это тарифные барьеры. А есть еще нетарифные барьеры. Идея чисто логистические расходы. И надо посмотреть. Тарифные барьеры, может быть, менее важны, чем нетарифные барьеры, но все равно они могут быть существенными, особенно на некоторых рынках. Поэтому необходимо узнать, какой же уровень этих барьеров в отношении вашей конкретной продукции. Сколько налогов, пошлин применяется на продукцию, которая импортируется из Беларуси. Потому что вам нужно знать, сколько же они возьмут. И возьмут, сколько они с продукции из других стран. Может быть, у других стран есть преимущества. Может быть, у них какие-то есть соглашения об упрощении торговли. А может быть, у Беларуси есть какие-то преференционные режимы, которые позволяют поставлять продукцию лучше. Допустим, если это Евразийский экономический союз, или, допустим, СНГ, или Вьетнам, и так далее. То есть вам нужно узнать, какие же есть режимы преференции и доступа на рынок для вашей продукции на те рынки, которые вы выбрали. И нужно понять, можете ли вы конкурировать на этом рынке. Или, допустим, чем вы можете компенсировать дополнительные расходы, может быть, введя какую-то дифференциацию вашей продукции. А теперь более важными, как вы видели на предыдущем слайде, там был график, более важными, чем тарифы, являются нетарифные барьеры. Они обходятся намного дороже. Они могут достигать 30%, а может быть, и больше торговых издержек. И на самом деле тарифы сокращаются, и постоянно ведутся переговоры между странами об их снижении, но проблема в том, что нетарифные барьеры растут, постоянно растут. И есть такая тенденция, что они даже просто умножаются, особенно после пандемии коронавируса. Мы видим серьезное увеличение нетарифных барьеров. Вводится такое законодательство, которое создает дополнительные издержки у экспортеров. Нужно быть очень осторожными при анализе этих издержек, и вы должны о них знать. Они бывают совершенно разные. И бывает даже, что они касаются конкретной продукции или каких-то услуг. Конечно, уходит время на то, чтобы изучить все эти нюансы. Иногда вам даже нужно привлечь консультантов изнутри страны. Иногда это бывает сложно. Я говорил, что есть база данных, посвященная этим вопросам, но как это все работает, как применяются эти правила и так далее, здесь нужно иметь информацию изнутри, для того чтобы иметь возможность оценить, какова опасность дополнительных издержек, которые могут быть добавлены к стоимости вашей продукции. То есть это крайне важно узнавать, потому что ошибки обойдутся вам в копеечку, если вы о них заранее не позаботитесь. Вы видите, что вот здесь представлены лишь некоторые виды нет тарифных барьеров. Это могут быть административные процедуры, технические стандарты, меры безопасности, санитарные и фитнес-санитарные меры, квоты на импорт, лицензионные требования и так далее, и так далее. Есть много других факторов, допустим, упаковка и требования к маркировке. Это тоже может быть очень важным фактором, и нужно обращать особое внимание на это, прежде чем вы пойдете на этот новый рынок. Здесь, на этом слайде, вы видите некоторые источники информации, которые вы можете воспользоваться для того, чтобы получить больше информации о тарифах и нетарифных барьерах, которые есть в мире. Об этом мы еще поговорим. Для того, чтобы проанализировать рынок или для того, чтобы провести исследование рынка, нужно сделать важный шаг. Он называется дезагрегирование. Дезагрегирование рынка. Посмотрите на его разные сегменты. Некоторые рынки очень большие. Я уже говорил ранее. Возьмите, например, рынок свинины в Китае. Наверное, 1,2 миллиарда долларов импорта в год. Это огромный рынок. Но есть много сегментов в рамках этого рынка. Есть разные характеристики, которые позволяют вам оценивать, могу ли я, допустим, как-то войти в этот рынок в какой-то его сегмент. То есть нужно сегментировать его либо по категории продукта, либо по демографии, либо, может быть, вы будете работать, допустим, с этой продукцией или услугами с определенными возрастными группами, с определенным полубуровнем дохода и так далее. Или вы будете работать с каким-то регионом страны или со всей страны, или будете работать только с сельской местностью или городской. То есть вы можете сами категоризировать этот рынок так, как вам нужно, и его разбить дальше. Образ жизни. Какие клиенты вам нужны? Клиенты с хобби, интересами или какими-то особыми ценностями или укладом жизни. Это тоже один из способов. Или поведения, потребительские привычки у покупателей. Покупают ли они эту продукцию постоянно или пользуются онлайн-магазинами, или они предпочитают покупать, допустим, экспортную продукцию, или предпочитают покупать очень сложную в техническом плане продукцию. Это нужно хорошо понимать и выбирать нишу или сегмент, который будет благоприятен для вашей компании и ее продукции. И, конечно, вам нужно учитывать различия между введением бизнеса, между бизнесом или между вами и потребителями напрямую. То есть это нужно учитывать. То есть здесь есть некоторые источники информации, которые можно воспользоваться для того, чтобы погрузиться в подобного рода анализы и понимание того, каким образом сегментировать международные рынки. Важно также анализировать то, кто является вашими основными конкурентами. Если вы знаете ваших конкурентов, если вы знаете их сильные и слабые стороны, тогда вы можете адаптировать вашу маркетинговую стратегию, выход на рынок так, чтобы они были успешными или более успешными на этом рынке. Какие основные экспортеры в эту страну? Что это за компании? Есть ли какие-то изменения в структуре рыбка, в структуре поставщиков? Происходили ли эти изменения в последние годы? Какие слабые и сильные стороны основных поставщиков? Есть ли вам место там? Вы же новый поставщик. Достаточно ли места для того, чтобы у вас был шанс? То есть там должен быть какой-то пробел, должен быть потенциал роста. Допустим, импорт свинины в Китае. Очевидно, что Бразилия, которая занимает 82%, это основная страна-поставщик на этом рынке. и вы можете понять, что есть вот такая ситуация. Но есть и другие страны, у которых все равно есть какой-то шанс. Вы тогда узнаете, что же они туда поставляют, в чем их сильная сторона, как они попадают туда на рынок и почему они идут на рынок, где доминирует Бразилия. То есть вы анализируете ваших конкурентов и вы можете многому у них поучиться, как выйти на этот рынок. Для того, чтобы провести такой анализ, можно также пользоваться таблицей, чтобы быстро оценить каждого из ваших конкурентов. Для этого вам нужно выбрать какие-то критерии, которые важны, которые вы считаете необходимыми для того, чтобы преуспеть с вашей конкретной продукцией. Главное здесь, что здесь главное для того, чтобы компания преуспела на этом рынке, вы можете конкурировать с ними. После того, как вы пропишете все эти компании в виде вот такой таблицы, профилируете их, тогда посмотрите, вы сможете с ними конкурировать, быть на уровне с ними, учитывая вот эти критерии. Есть ли какой-то пробел на рынке, есть ли место для вас, ниша, куда вы войдете. И если вы не можете найти нишу или место для себя, можете ли вы каким-то образом достичь согласия с одним из конкурентов, с тем, чтобы они занимались дистрибуцией вашей продукции на этом рынке, это тоже такое вот, ну, приемлемая возможность. Допустим, вот здесь вот показан пример рынка Японии, продукция сыр. Конечно, это просто пример, да, того, что вот как можно составить такую таблицу, но вы видите, на что можно обратить внимание. Какая продукция производится этими компаниями, они поставляют продукцию на этот рынок, что поставляют, какие каналы продаж используют, насколько они хорошо присутствуют на этом рынке, как они там представлены на местном интернете, как они, как у них ценообразование, чем они дифференцируются из сильной и слабой стороны и так далее. И вы можете добавлять сюда дополнительные факторы, и, очевидно, вы можете добавить сюда еще больше конкурентов. И вот просто вот составив такую таблицу, вы сможете очень сразу быстро понять, что это за рынок, где здесь слабые стороны, слабые и сильные стороны ваших конкурентов на этом рынке. Также вам необходимо понимать динамику рынка, что двигает его развитие, что формирует спрос на этом рынке, какие факторы, которые определяют спрос на этом рынке. Это могут быть очень конкретные, специфические какие-то вопросы, связанные с каждой продукцией или услугой, и нужно обратить на это внимание. Нужно быть осторожными, потому что иногда одна и та же продукция имеет совершенно разные факторы, которыми движим этот рынок. То есть в зависимости от страны есть объективные факторы, такие как доход, демографические данные, климат, сезон и инфраструктура и так далее. Но есть и субъективные факторы, такие как культура, ценности, цели, мотивация, поведение потребителей и так далее. Полезным инструментом является составление профилей клиентов, клиентов, которые есть на этом рынке, для того, чтобы понять различные сегменты, динамику рынков и понять, кто может быть вашим лучшим клиентом на этом рынке. И также важно различать различные роли роли клиентов, кто влияет на тенденцию в покупках, кто выступает в качестве такого достоверного источника для рекомендаций, кто принимает решения о покупках и так далее. Могут быть различные виды, ну или группы людей, и вы должны знать, кто является кем на этом рынке и что двигает развитием этого рынка, куда движется этот рынок и также, что будет в будущем с этим рынком, как он будет расти. Для того, чтобы понять рынок и динамику рынка, также необходимо привлекать местных специалистов, вот здесь вы начинаете или, возможно, вам нужно начать вот инвестировать больше в исследование рынка, то есть начинать тратить средства на исследование рынка для того, чтобы лучше его понять. И, конечно, после того, как вы провели первоначальное исследование, вам необходимо выехать на этот рынок, вам необходимо возможно отвезти туда образцы продукции для того, чтобы посмотреть, как продукция воспринимается рынком, как воспринимается ваша услуга для того, чтобы поговорить с потенциальными клиентами, или вы можете использовать цифровые источники и социальные сети для того, чтобы понять, куда движется рынок, каковы основные бренды, какие образы есть у этих брендов на этом рынке и на этом этапе возможно вам нужно будет заплатить за исследование рынка. И есть некоторые поставщики таких данных различные секторальные ассоциации или торгово-промышленные палаты, или, например, вы можете воспользоваться консульствами или дипломатическими каналами, посольствами Беларуси в этих странах для того, чтобы получить информацию, ну или, по крайней мере, для того, чтобы они помогли вам найти местных экспертов, которые помогут вам разобраться с этим рынком. Здесь мы видим перечень возможных источников информации для того, чтобы лучше разобраться в динамике рынков. Есть частные компании, которые предоставляют такие маркетинговые исследования. Я не говорю, что вы должны к ним обращаться, я просто говорю, что есть такие компании, это компании, которые постоянно занимаются мониторингом рынка, и у них есть уже готовые маркетинговые исследования по разным продуктам, рынкам, у них есть колоссальная библиотека уже готовых исследований, которые можно просто купить. Можно их купить в интернете. Допустим, Минсельхозпрод США располагает очень хорошим и, кстати, бесплатным ресурсом по продовольствию и сельхозяйственной продукции, это бесплатный ресурс, как я уже говорил, есть еще ряд других источников Google Trends, Google Analytics, Google Service. Вот, можно воспользоваться и ими для того, чтобы понять, ну, понять, каким образом социальные сети влияют на этот рынок. Следующий шаг, после того, как вы провели свое маркетинговое исследование и вы хорошо понимаете этот рынок, его динамику, его размер, рост и то, сколько вы можете получить от этого рынка, тогда важно, да, и вы, конечно, понимаете, что есть хорошие возможности для вашей продукции, для услуг на этом рынке, тогда вам нужно проанализировать, как вы будете доставлять туда свою продукцию, как туда добраться в безопаснее, быстрее, при наименьших затратах, это очень важно. Транспорт и логистика также являются одним из факторов успехов, потому что есть много случаев, когда транспорт и логистика могут, могут добавлять к вашим расходам, ну, очевидно, если мы говорим про насыпные грузы, грузы, которые, которые стоят мало, но занимают много места, но в целом транспорт и логистика это существенная доля общих расходов на экспорт. Вам также нужно будет посмотреть на то, какие есть у вас варианты в том, что касается дистрибуции, ну, или доставки. я говорю про международное правило МКТРС, вы будете поставлять на условиях ФОБ, то есть, когда вы доставили, а затем уже импортер уже забирает груз с вашего корабля у себя в порту, или вы, допустим, доставляете до порта назначения на условиях СИП, или вы, может быть, вы пойдете дальше, вы, может быть, при распространении своей продукции будете доставлять ее прямо до места на условиях ДДП, то есть, вы должны будете понять, до какой степени вы будете доставлять вашу продукцию, до какого момента вы будете нести ответственность за транспортную логистику. Вот здесь очень важно заручиться от логистических операторов, от таможенных брокеров и других организаций, которые занимаются поставкой. Конечно, в Беларуси у вас есть транспортные логистические компании, которые вам смогут дать хорошую оценку того и подсказать, как лучше организовать это все. Они вам дадут информацию о том, как организовать транспорт, логистику, вы можете вместе с ними отработать детали. Вам также нужно оценивать те риски, которые у вас есть при выходе на этот рынок, включая политические риски, риски связанные с обменом валют, риски неполучения платежей от импортеров и другие факторы, которые могут повлиять на безопасность доставки вашего продукта на рынок назначения. Ну и, конечно, обычно покупают страховку для того, чтобы закрыть часть этих рисков. Когда вы общаетесь с операторами в области логистики, очень важно, чтобы вы четко представляли вот эти различные режимы доставки, как вы собираетесь экспортить, выставлять эту продукцию и что связано с вашей продукцией. Именно логистические операторы могут вам помочь, подскажут, как выйти на эти рынки с логистической точки зрения. Они вам могут подсказать, какие будут условия доставки, когда вашей продукции нужно будет получить какие-то особые меры защиты. Допустим, продукция должна быть охлажденной, замороженной, как-то изолированной, упакованной, если это опасная продукция, может быть, она требует спецобработки. Также это может касаться габаритов ваших палет или коробок, упаковки, как часто вы будете поставлять, где продукция будет останавливаться, будет доставляться в порт или в магазин, или на склад, или на прибыль потребителя, будете ли вы работать, может быть, с помощью интернет-торговли, как продукция, кстати, будет возвращаться к вам и так далее. Это все представляет собой информацию, которую нужно изучить. Это помогает вам выстроить диалог с транспортно-логистическим оператором, и вы можете очень быстро с ними определиться и с расходами, и со сложностями, которые есть с выходом на эти рынки. вот некоторая информация дополнительной, источники, которыми можно пользоваться для того, чтобы разобраться в различных определениях терминов инкотермс, есть хороший отчет бесплатное руководство по доставке, это материал, в котором рассказывается о том, как организовать поставки на внешние рынки. Мы дошли до шестого шага и шестой шаг определение стратегии выхода на рынок и сбыта продукции на рынке. Что вам делать? Как вам нужно действовать для того, чтобы преуспеть на этом рынке? Это важно. Как мы уже упоминали ранее, вы выбрали сегмент рынка, вы определились с расходами на транспорт и логистику, у вас будет много материалов анализа и выводов по результатам анализа рынка и так далее. А теперь вы уже в положении выбрать наилучшую стратегию выхода на рынок, но вначале вам нужно будет посмотреть, какую модель дистрибуции вы будете применять для того, чтобы выйти на этот рынок. Здесь у вас есть таблица, которая показывает основные режимы дистрибуции, которыми можно пользоваться при выходе на целевые рынки. Ну, а теперь не все эти режимы хороши для компаний. В частности, малое и среднее предприятие обычно используют первых два-три режима. Агент, дистрибьютор, электронная коммерция, ими пользуются сегодня все чаще. Также некоторые компании могут пользоваться последними тремя лицензирования франчайзинг Royalty. Более сложным для малых и средних предприятий являются вот эти два варианта в середине. Это зарубежные филиалы и дочерние предприятия, потому что это требует больших инвестиций определенного размера компаний, и обычно это не так-то и просто для МСП, но некоторые из них могут пользоваться этими режимами. Допустим, вот есть одна аргентинская компания на Харстрейте из небольшого города, недалеко от того места, где я родился, и эта компания обычно экспортировала, поставляла свою продукцию из Аргентины на условиях ФОП, и они узнавали свой рынок все больше и больше, и затем они узнавали все больше и больше о рынке, а затем в какой-то момент они поняли, что это интересный рынок для них, и, соответственно, они они поняли, что они могут продукцию эту производить не только у себя, но и на рынке назначения в Индии. Они производили вегетарианские продукты, и они использовали, они занимались производством желтого гороха, а в Индии большой спрос на вегетарианские продукты, соответственно, они решили, что будут упаковывать их прямо на этом индийском рынке, и, соответственно, они стали поставлять вот такие вот текстурированные растительные белки на этот рынок, и они стали поставлять это уже в виде растительных белков, в виде мяса. Ну, вот видите, они открыли там свое представительство, дочернее предприятие. Есть вот такого подхода преимущества и недостатки, и это нужно анализировать более подробно, и со временем вы, вот, посмотрев на эту таблицу, вы можете посмотреть на работу других экспортеров и разобраться и понять, может быть, вам есть смысл использовать определенный режим при выходе на тот или иной рынок. Когда мы смотрим на электронную коммерцию, сейчас это растущая в популярности опция для дистрибьютинга, мы должны учитывать здесь, будем ли мы работать через платформу или через рыночное пространство, и здесь важно дифференцировать эти две опции платформы, это программные решения, поддерживающие ваши онлайн-продажи, которые предоставляют вам такие услуги, как веб-хостинг, функцию корзины покупок, платежный сервис для оплаты, кредитные карты и конвертации национальной валюты, второе время как торговая площадка или marketplace. Это огромный интернет-сайт, просто куда заходят покупатели и продавцы. Примером такого marketplace является Amazon или Mercado Libra в Латинской Америке или Бэй, глобальная платформа Таобай, Тимов, Китая. Также есть, если ваша конкретная продукция или услуга является B2B продуктом или услугой, тогда есть специально разработанные торговые площадки вот такие B2B продукты. Также стоит посмотреть на то, что сейчас набирает популярность, а это мобильная коммерция. Это софтвердное или программное решение, когда электронная коммерция шляется через мобильные устройства. И сейчас это становится очень популярным, а в некоторых рынках это вообще становится доминирующей формой торговли, особенно в Китае, вот скажем, доминирующий способ получения доступа к услугам электронной коммерции. Поэтому рекомендую вам пристально изучить и вот такую опцию, когда вы решаете для себя, каким образом вы будете, какие направления электронной коммерции будете использовать. Электронная коммерция требует определенный стратегический подход. Вы должны максимально ориентироваться на потребности вашего целевого клиента. Что движет вашим покупателям? Каким образом покупатель находит информацию? Кому они доверяют в плане своих рекомендаций? Это сейчас особенно важно с распространением социальных сетей. Почему они ищут решения в интернете и в результате как они выйдут на ваш продукт? Изучив это, вы должны понять, через какие точки лежит путешествие вашего клиента, что мотивирует вашего потенциального покупателя, когда он проходит разные маршруты или дороги, кто на кого влияет, кто рекомендует, кому он прислушивается. Также важно, чтобы вы более пристально ознакомились с особенностями цифрового рынка и виды рекламы, которые там используются, которые сильно отличаются от классического рынка и классической рекламы. Здесь речь идет об использовании прежде всего соцсетей. Существует также целый ряд докладов и отчетов и источников, где содержится более детальная информация, по которым вы можете получить пройти тренинг по цифровому маркетингу социальным сетям и о том, как картировать опыт клиентов. Здесь я привел несколько интересных, на мой взгляд, источников, которые, мне кажется, помогут вам в получении дополнительных знаний в этой сфере. Теперь, вы знаете, как осуществлять дистрибуцию на рынке, вы знаете, как организовать маркетинг своей продукции, и вот сейчас мы переходим к абсолютно ключевому моменту, где большое количество компаний спотыкаются и совершают огромные ошибки, выбирая неправильного дистрибьютора, партнера или агента, и это может вам вылететь в копеечку. Это ключевой фактор успеха. Большое количество неудач на этом этапе происходит из того, что люди говорят, а, я познакомился с одним неплохим товарищем, когда летел в самолете, мне он показался интересным, я назначил его нашим дистрибьютором. Это наихудшая возможная причина назначения человека дистрибьютором или агентом. Вам нужно выработать очень жесткие критерии и провести глубинный анализ того, кто в конечном итоге станет вашим партнером на выбранном вами рынке. Для этого нужно разработать четкие критерии, понятный профиль или портрет вашего будущего агента. Для этого выбираются такие общие критерии, которые я здесь выделил. Можно, конечно, добавить этот список своими критериями в зависимости от сути вашего продукта или услуг. Нужно смотреть и учитывать размер компании. Нужна ли вам крупная или маленькая компания, скажем, нужна ли вам компания, которая имеет конкретный портфель других продуктов, которые они уже являются в отношении чего они и работают в качестве дистрибьюторов. Есть ли у них возможность организации рекламных кампаний, есть ли у них складские помещения, знания персонала, знания языков, географический охват, какой имидж и позиционирование характеризует их, подходит ли это для вашего продукта. Все очень важно. Эти все нюансы нужно проверить. нужно проверить их репутацию и юридическую и финансовое положение перед тем, как вы подойдете к этапу заключения с ними агентского соглашения. Это вот некоторые из факторов, которые, вероятно, вы должны принять во внимание, когда вы перейдете к этапу назначения своего партнера или агента на рынке. Это вот, кстати, еще часто встречающийся момент большое количество малых компаний не имеет простого доступа к исследованию рынка. Вместо этого они получают неквалифицированной перечень потенциальных дистрибьюторов или импортеров на рынке. Часто этот перечень просто бесполезен. Поэтому я всячески рекомендую вам все-таки правильно сделать домашнее задание, провести полноценное различное исследование, выбрать необходимые для вас критерии и потом уже провести очень подробное глубинное исследование, если необходимо, с местными поставщиками услуг, которые могут это сделать для вас, для того, чтобы идентифицировать для себя наилучших партнеров. Но очень важно, чтобы вначале у вас было четкое представление о том, кто для вас является идеальным партнером, какие критерии должны быть соблюдены для выбора наилучшего партнера. Можно подготовить сравнительную таблицу, как помните, мы делали в отношении анализы конкурентов, вы можете также подготовить похожую таблицу здесь и подготовить шортлист. Как только у вас будет подготовлен шортлист, вы можете выходить уже на рынок и встречаться с своими потенциальными партнерами там. И плюс к этому нужно провести необходимую экспертизу в отношении этих людей, в отношении финансово-юридического положения, перед тем, как вы уже подпишите с ним какие-то юридические обязательные документы. На этом этапе вы уже завершили свое рыночное исследование, знаете, как выйти на рынок. Вы, по сути, имеете свою рыночную стратегию, вы проверили все возможные кандидатуры партнеров, может быть, вы уже даже идентифицировали для себя одного потенциального кандидата на партнерство. И сейчас настало время переоценить свои возможности по действительно обслуживанию этого рынка. Какие изменения необходимо предпринять вашей компании не просто для того, чтобы начать экспортировать, а для того, чтобы поддерживать процесс экспорта и даже наращивать его со временем для обслуживания выбранного рынка? какие люди и навыки вам необходимы для дополнительной навыки вам необходимы? Каковы дополнительные производственные мощности вам понадобятся? Если вам понадобятся, то какого рода инвестиции тогда понадобятся для того, чтобы нарастить эти производственные мощности для обслуживания нового рынка? Вам нужно дополнительно переоценить, сколько вам будет стоить объем этого производства и переоценить свою конкурентоспособность если вы выйдете на новый рынок, какое финансирование вам понадобится, в каком объеме для развития, освоения этого рынка. В конечном итоге, какие все изменения вам нужно реализовать в своей компании на уровне руководства, управления компанией, в системах и персонале, и производственные процессы компании для того, чтобы начать и поддерживать необходимый объем экспорта. Это очень важный этап, шаг, и нужно иметь четкие ответы на этот вопрос. Перед тем, как вы подпишете соглашение с своим партнером на новом рынке и начнете экспортную работу, перед тем, как вы идете к экспортированию, важно, чтобы вы подготовили хороший экспортный план или бизнес-план, можно его и так назвать. который бы учитывал сил, деятельность, время, ресурсы, которые вам необходимы для мобилизации, для того, чтобы обеспечить достижение необходимых результатов. Для этого нужно определить с целями, сколько вам нужно в плане продаж и доходов с этого рынка. И вам нужно посмотреть, в чем заключаются основные затраты инвестиций, которые вам понадобятся, и их нужно количество рассчитать для того, чтобы выработать действительно реалистичный рыночный план. Дополнительные затраты, которые нужно будет учитывать, проведение рыночного исследования, посещение рынка, участие в выставках и продвижение продукции, если это касается вашего продукции, рекламная кампания, адаптация и перевод маркетинговых материалов, изменение в брендинге, упаковке или маркировке в соответствии с требованиями рынка, дополнительные инвестиции в новое оборудование, если это необходимо, новые складские помещения, если это понадобится дополнительный персонал, вам же нужны люди, которые владеют местным языком для того, чтобы обслуживать этот рынок, каковы будут дополнительные затраты на перевозку, на страхование. И также, речь идет не только о затрате на перевозку от вашего завода на этот рынок, также внутри выбранного вами рынка, там будут наверняка дополнительные транспортные издержки, административные расходы вашей компании, и вот дополнительная документация, которая нужна для выполнения, соблюдения всех требований и так далее. Это все разные виды дополнительных, возможных дополнительных затрат, с которыми вы можете столкнуться, которые вы должны учитывать для того, чтобы вы были в состоянии должным образом подготовить экспортный план. Это лишь чек-лист. Конечно, пункты могут несколько видов изменяться или дополняться другими, но это классический, так можно сказать, перечень вопросов, которые вы должны учитывать, когда вы готовите свой экспортный план. Итак, для подготовки экспортного плана нужно быть максимальным реалистом. Даже проявить определенную консерватизм в составлении ваших прогнозов и подготовки прогнозов на уровень объема продаж. Также при расчете ваших точек безубыточности, окупаемости на телефонах, используйте, опять же, напомню, реалистичный прогноз продаж. И посмотрите, что необходимо для того, чтобы принять этот план. Нужно использовать оценки и прогнозы устойчивого ценообразования. Может быть, вы захотите агрессивно демпинговать для того, чтобы найти свое место на рынке, но вы задаете себе вопрос, насколько устойчивым будет такой демпинг в далекой перспективе. Поэтому осторожно относитесь к тому, как вы планируете свою стратегию ценообразования. Нужно подготовить прогноз денежных потоков, очевидно, учитывая, что экспорт, скорее всего, будет включать более длительные платежные циклы, а также дополнительные начальные инвестиции и большее количество расходов, как мы видели на предыдущих этапах. Все это нужно учитывать. Проведите анализ условий оплаты, с чего начнете. Как правило, малые компании не пользуются аккредитивыми, потому что они для них слишком дороги, но они менее рискованные, пока вы не сможете нарастить соответствующий уровень доверия со своим рыночным партнером для использования других видов оплаты или условий оплаты. Вы также можете воспользоваться услугами рейтинговых агентств для проверки финансовой устойчивости ваших партнеров и клиентов. И, возможно, в зависимости от условий рынка и размера возможностей, вы можете рассмотреть необходимость использования кредитного страхования. Наконец, мы подходим к последнему шагу, а это финансирование вашего экспортного плана. То есть вы сделали свое домашнее задание, вы подготовили ваш план, теперь вам нужно финансирование для того, чтобы вы могли все это выполнить. Сможете ли вы это сделать на основании собственных ресурсов, или вам понадобятся дополнительные финансирования или кредитные средства, или капитальные вливания для того, чтобы расширяться на международных рынках. Это все решения, которые вы должны принимать в условиях нормального бизнеса, если вы хотите достичь успеха. К сожалению, могу сказать, что Беларусь не имеет хорошо развитую систему предоставления финансовой поддержки малым и средним предприятиям для стимулирования их экспортной деятельности. Есть, конечно, Банк развития Республики Беларусь, который представляет определенные кредитные линии, которые можно рассмотреть промо-агролизинг, участвовать в лизинге оборудования, хотя, может быть, не всем малым компаниям это подойдет, и Белоксим Гарант тоже, который представляет определенную поддержку в этом направлении. Теперь же, что касается Банка развития, они могут предоставлять аккредитивы, факторинг, они могут предоставлять кредиты иностранным экспортерам, но чаще всего речь идет о достаточно крупных минимальных требованиях для МСП. Во многих случаях, возможно, это не подходит для подавляющего большинства МСП. Итак, в любом случае, посмотрите на вот эти источники, которые здесь указал, сайт Банка развития, сайт промо-агролизинг и сайт Белоксим Гаранта. Если есть возможности для вашей компании, посмотрите на разные варианты, опции, которые может предоставить вам Банк развития. Если у вас есть хороший бизнес-план, всегда можно связаться с вашим обслуживающим банком, либо вы можете инкорпорировать новый капитал в вашу компанию, если у вас есть такая возможность, если вам удастся убедить новых инвесторов это сделать, для расширения вашего потенциала по обслуживанию внешних рынков. Итак, подведем итоги. Я извиняюсь, как я быстро должен был пройти по разным этим ключевым шагам. У меня не было возможности более глубоко описать каждый из этих шагов, но, к сожалению, время на эту презентацию ограничено. Я убежден, что вы можете потом уже самостоятельно внимательно изучить все слайды этой презентации и зайти на разные справочные материалы, которые я привожу в виде линков, и более детально уже проанализировать эти вопросы. Я здесь использовал примеры различных сводных таблиц, которые я здесь привожу в качестве примера. И вы уже можете сами начать изучать возможность выхода на международные рынки. Или же, если вы уже стали экспертом в этом направлении, уверен, что многие из вас уже являются экспертами, вы можете идти по этому процессу, по этим шагам для того, чтобы уже выходить на новые рынки. Сейчас, мне кажется, у нас осталось сколько? 10-15 минут до конца нашего вебинара. Теперь я хотел бы поблагодарить всех вас за ваше терпение и за внимание во время презентации. Большое вам спасибо за это. Спасибо, Хосе. Потрясающая презентация. Я точно очень много нового узнала. Вы смогли охватить большое количество измерений и направление выхода на новые рынки в кратчайшие сроки. И многие вопросы, которые вы затронули, легко действительно пропустить или проигнорировать. Большое спасибо, Хосе. И, как мы говорили в самом начале, мы найдем способ поделиться слайдами со всеми участниками. Я думаю, мы сможем это сделать через ProBusiness. Я проверю с ними, с Дарьей, сможем ли мы это сделать таким образом. На этом этапе есть ли у кого-то из участников вопросы? Если у вас есть вопросы, пожалуйста, включайте микрофон, задавайте вопрос на любом языке. Переводчики помогут ваш вопрос перевести. Кстати, не стесняйтесь, можете задавать вопросы как по содержанию презентации, либо, может быть, какие-то смежные вопросы. Уверена, что Хосе с удовольствием попытается ответить на любые ваши вопросы. Продолжение следует... Похоже, что Хосе исчерпывающе предоставил материал, который даже не вызвал никаких вопросов. А, да, пожалуйста, задавайте вопрос. Пионер, вроде бы хотелось сказать вопрос, нет? Пионер, пионер. Нет, похоже. Ну ладно, нет, так нет. А, вот, нет, есть вопрос. Что вы скажете об экспорте услуг из Республики Беларусь? Ну, на самом деле, у меня нет какого-то сформированного мнения, к сожалению, потому что я не знаю, какое в Беларуси принято законодательство, которое влияет на экспорт услуг из Беларуси. Я сразу извиняюсь за отсутствие своих знаний в этой сфере. Единственное, что я могу сказать, что услуги сейчас постепенно становятся основным рынком, вернее, не так, становятся основным продуктом, можно так сказать, на джонных рынках. Услуги сейчас перерастают очень быстро и значительно более динамично, чем обычные традиционные товары на джонных рынках. И существует сейчас огромное количество возможностей по предоставлению услуг на джонные уровни. Особенно сейчас, через возможность предоставления виртуальных услуг. Я бы всячески призывал вас. Я знаю, что Беларусь имеет высокообразованное население, возможно, которое прекрасно владеет большим количеством технологий, в том числе информационными технологиями. И, вероятно, у беларусов есть очень неплохая возможность экспортировать свои услуги в мире. Был еще один вопрос, но я его почему-то потерял. Мне кажется, Дэвид задал еще дополнительный уточняющий вопрос. Есть ли какие-то юридические отличия в плане экспорта товаров по сравнению с услугами? Потому что цифровые услуги экспортировать получается значительно проще. Что вы скажете на эту тему по этому вопросу? А вы не могли бы повторить, пожалуйста, вопрос? Да, конечно. Давид говорит, есть ли юридическая особенность экспорта услуг по сравнению с экспортом товаров? Похоже, что значительно проще экспортировать цифровые услуги. Что вы скажете на эту тему? Да, действительно, так и есть. Вероятно, все зависит от конкретного законодательства даже каждой конкретной страны. Если вы в состоянии конвертировать валюту, которую вы получаете, разрешает ли вам страна проводить операции по конвертации на страной валюте? и насколько это содействует экспорту услуг из вашей страны? Разумеется, экспорт услуг содействует... Она помогает избежать все дополнительные расходы, связанные с транспортировкой, логистикой и так далее. Вы просто жмете на мышь, и все, и экспортируете свою продукцию. Но все зависит от того, от каких услуги мы здесь обсуждаем. В этом случае я сейчас говорю об услугах, которые можно экспортировать из вашей страны, такие как технические решения или программное обеспечение. Есть и другие услуги, такие, которые я, скажем, предоставляю. Если вы работаете как консультант в этом случае, ситуация несколько усложняется из-за ограничений в плане перелетов или ограничений, которые были видны из-за коронавирусной инфекции. Или услуги, которые вы предоставляете внутри вашей страны, которые сильно зависят от перемещения, скажем, туризм. Или медицинские услуги, или образовательные услуги, которые вы предоставляете в Беларуси, но для этого приглашаете иностранных заказчиков или клиентов. Вот как раз в этих сферах услуг их провайдеры столкнулись с большим количеством сложностей из-за пандемии. Но не такие услуги, когда вы можете оказывать через интернет. Разумеется, в это время они процветают все больше и больше. Большое спасибо. Я вижу, что тут еще один вопрос в чате. Не знаю, может быть, Николай или Денис переведет. Можно попросить человека, который сформулировал этот вопрос, переформулировать его? Может быть, устно спросить, чтобы я мог его перевести? Потому что я тут без контекста не совсем понимаю, что медицинские услуги. Что значит «или как» лучше искать клиентов, что значит «или как». Ну, вопрос в том, как лучше искать клиентов в Европе, если ты сам предоставляешь рекламные услуги. Работает ли такой инструмент, как холодные звонки, либо есть какие-то другие инструменты для этого? Спасибо. Большое количество европейских государств имеют у себя системы или агентства, которые как раз направлены на развитие импорта. Вот в Германии, в Голландии есть организация, которая привлекает импорт. Та организация, которая работает в Голландии, представляет пакет услуг, привлекая импорт в страны Евросоюза из большого количества других стран Евросоюза, не только речь идет о Голландии. В Дании есть агентства тоже такого рода. Так вот, эти агентства можно использовать в качестве средства анализа или для получения дополнительной информации о целевом рынке. Вот эти холодные звонки, о которых вы говорите, я бы на самом деле не сильно бы рекомендовал бы к ним прибегать, потому что вначале нужно провести анализ. Холодные звонки, они недостаточно целенаправленные. Вы можете привести их холодным звонкам только после того, как вы проверили для себя, какова ваша целевая аудитория, сегмент этого рынка, с которым вы будете работать, и кто вот эти импортеры или дистрибьюторы, работающие на этом рынке. И поэтому я бы рекомендовал бы вам все-таки пройти по этому десятишаговому процессу, который я описал перед тем, как вы перейдете к холодным звонкам. Для того, чтобы организовать визит на потенциальный рынок, вы можете обратиться за поддержкой ваше посольство или консульство, консульское представительство Беларуси в той стране, или вы можете, если вдруг установлены какие-то торгово-промышленные палаты, которые представляют похожие услуги за деньги, конечно. Ой, простите, я, наверное, слишком много говорю, да? Переводчик не может переводить. Как я говорил, для организации визитов нужно использовать, пользоваться услугами торгово-промышленной палаты в этой стране, которая в конечном итоге может предоставить вот такого рода поддержку. За деньги, конечно. В будущем, если ваша страна, допустим, откроет экспортное агентство, как это делают многие другие страны мира, то тогда, конечно, это здорово повысит возможности малых и средних предприятий в получении доступа к таким услугам, потому что такие агентства уделяют особое внимание, оказывают особые услуги малым и средним предприятиям, не крупным. Спасибо, Хосе. Я вижу, что мы подошли к концу нашей сессии, и я знаю, что уже в Минске поздно, поэтому я думаю, что, наверное, на этом мы поблагодарим вас, Хосе, за вашу презентацию, и спасибо всем нашим участникам за то, что вы подключились к нам сегодня. Будем надеяться, что вы нашли эту презентацию для себя полезной. И хотелось бы пожелать вам удачи в выходе на внешние рынки. Большое спасибо и хорошего вечера. Спасибо и до свидания, было сказано. Хосе на русском языке.